Привет всем стратегическим жевжикам! Вы слышите Алексея Халецкого. Продолжаю ретро ФФА 5 ЦИИ. Напоминаю, что спонсоры всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Ну что ж, самая короткая игра, наверное, за все время. Как дела все? Ну, спасибо за игру. Да, я тебе тоже. Это распилили уже Кельта, собственно, за одну серию. Египет и Сиам. Спасибо за игру. Да, остановите там эту Египтянина. Помстите за меня. Да, ну, этот их тимплей Сиам, он мог его остановить. Голанитесь, ко мне Сиам пойдет, ты не поможешь как-нибудь? Голанитесь? А. Ну, блин, даже не знаю. Блин, братан, извини, я не помогу. Да просто что-то вообще плохо, так места у меня вообще нет, он увидел. Тут все перекрыто просто гарань. Ну, так, помощь-то. А, я одной коляской пойду побегаю, там габешки поищу, окей? Окей. Что-то я не пойму, подождите. Нет, ну, что-нибудь придумаем. Да, ребят, прошу прощения, смотрю, шесть ходов пропало, потому что прошлая серия закончилась на 48-м ходу, а тут уже 54-й, и у меня уже караван построен, караван Петра построено. Правда, я удивлен, что я караван строю вместо поселенца, а где, собственно, ну, то есть, куда я собираюсь его посылать? А, ну вот, начинаю поселенца строить. Ну, Петра моя, это понятно было, что я успел. А все-таки Кельт еще шесть ходов продержался к тому времени. Ну, в принципе, когда пилят двое... Ну, опять же, повторю, я в конце прошлой серии говорил, что он зря пошел в традицию, ему надо было в волю идти. Конечно же, он бы посопротивлялся, тем более пикты. Суровые ребята. Ну, и если вы случайно откролись на эту серию, то лучше начать смотреть с первой серии. Ссылка есть в описании к видео, лучше смотреть с самого начала этот ретро-ффа-сериальчик по пятой циве в честь десятилетия Сидмерс Цивилизейшн 5. Напоминаю, у меня на канале есть куча гайдов по пятой циве, куча других ффа. Это была игра сыграна больше четырех лет назад, нашлась на Винчесте. Ну, вот, наверное, еще одна из причин, почему я не выкладывал ее тогда, видите? Ходов нету каких-то. Ну, судя по всему, я сейчас просто проверил, останавливал комментирование, проверил, дальше потерь не будет. Только это. Но вот почему я не комментировал эту игру, я не знаю. Вот они уже идут сюда. Иранские колярсы. Это я вижу. А что, Майя, к тебе ближе Сиама, не Египет, да? Да не особо Египет ко мне близко. Они, в принципе, друг к другу ближе всего. У меня тоже есть армия, конечно. Они ближе друг к другу к всего, но договорились до индустриализации не воевать. А зачем нам воевать? А потом ты, Ара, удивляешься, почему против тебя все объединились, чтобы вынести. Нет, Египет его не предаст. Ну, конечно, Египет уже захватил все города. Ну, как бы шесть городов по воле, я бы не сказал, потому что прям сильно круто. Хорошо, не говори, что это сильно круто. Наверное, вас смущает. И не совсем понятно, где я говорю вот в самой игре, а где я сейчас вот комментирую. Современно. Я думаю, я сейчас подумал, может, стоило комментировать с веб-камерой. Ну, тогда получше бы воспринималось. Твой развед стоит между моих границ. В любом случае, в комментарии. Отметьте, как вы это воспринимаете нормально, нет? Надеюсь, не путается, не путаетесь. Совсем уж, ну, что-то долго я, честно говоря. Не знаю, почему я откладывал. А, я, наверное, хочу все-таки нацколледж построить. Видите, я философию открываю, то есть потихоньку достраиваю поселенца. Не знаю, сейчас посмотрим. То есть я хочу его построить, и пока я буду везти его на то место, где я буду ставить город, а, видимо, я буду ставить вот там, где у меня лучник стоит. В Голландии-то у тебя реально не будет никакого? Ресурсы роскоши, да, на обмен? Один ресурс, я говорил. Хлоп, которым я меняюсь уже. Ты думаешь, я обманываю? Нет, ну, почему ты обманываешь ли? Я просто спрашиваю, будет ли у тебя? То есть у тебя даже в будущем там не планируют. Да, ну, может быть, в четвертом радиус там заберет, то будет еще один ресурс. Проблемы с ресурсами, да? Пока будет идти поселенец на место постановки города, я буду, собственно, строить надскольчем. Вон у меня уже пыл, это тоже хороший. Ну, что инженер? Ну, подайся в трех раз. Ну, мачо? Ну, что-то я поднимаю, что я в ней не вы... Или что? Ну, не знаю, может, что ты хочешь? А-а-а! Угу. Петр, что ли, или нет? А Петр построили? Петра построили. Ну, либо Таракотка, либо, может, это, как, Зевс. Зевс инженером, это интересно. Ну, а чего? Пирамиды инженером? Легко. Короче, что ты нас мучаешь? Скажи просто прямо. Что ты построишь? Я просто взял инженера, потому что другой мне ничего не меняет. Просто взял инженера. Я бы художника взял. Нет, этого музыканта великого взял. И послушал, что он там наиграет. Это я... Ирония. То есть, я сейчас сказал, самый ненужный великий человек в данной игре. Какого? Братья-то, я так понимаю, с закрытия воли Сиам взял какого-то великого человека. Видимо, на веру ему не надо. У него религия есть. Блин, так скучно одним городом играть. Вы бы знали. Ну, кстати, да. То есть, видишь, вот это вот. Людей там шесть городов. Да. А мы тут на один город все смотрим, ну, сейчас хоть еще два. Что идти на один город-то? Так нету места, куда ставить. Майя подпер со всех сторон и голландец. Ну, майя сейчас может и не быть там, учитывая, что здесь там не объединятся. Кто объединится? Ну, как говорим, Голландия. С мая. То есть, только голландец можно. Я бы от помощи, конечно, не отказался. Да ладно, у тебя там, блин, своя армия. Не пипец. Я сейчас тебе кальций, конечно, возьму, но на этом все и закончится. Ну, это ты думаешь, на этом все закончится. Не, ну, если ты, конечно, отдашь мне все свои города, может вам единицы и пойти Египет захватить? Неудачная попытка, Леш. Ты как-то очень быстро, я сказал, неудачная попытка. Ты еще не знаешь. Это выяснится через пару ходов. Я знаю место. И что? Я никого не собирался выносить. Я хотел мне на тупо сидеть тут в пустыне своих голых. Мы начинаем играть в эту игру, чисто проиграть, чтобы... Я вот всегда сажусь, думаю, ну, вот в этот раз я буду играть чисто на проигрыш. А потом как-то втягиваешься, там, каких-то людей захватываешь, вот это вот все начинается, яберки кидаешься. Не, про проигрыш никто не говорил, просто воевать не хотел. Один обидит чем-то, второй обидит. Типичное целло, в общем-то, таким образом происходит. Как сразу вопрос, значит, мы, короче, одним юнитом стреляем, ждем, пока пойдет таймер, правильно? Пока у тебя отобразится то, что он выстрелил. Ну, то есть мы как бы, чтобы Сарой сейчас одновременно действовали, а то я сейчас буду правила соблюдать, а он будет мочить меня, чтобы мне так не нравится такое. Ну, сейв загрузен. Дадим предупреждение. Да нет, ладно, это лишнее. Да, я вспоминаю вот это в 5-й циве, конечно, фастклик в начале, можно было до начала таймера хоть 7 юнитами походить. Знаете, начинается ход, а у тебя уже все юниты убиты, что у чувака клик быстрее. О! Рабочий. А это мой, кстати, рабочий, по-моему, был. Ну, нет, это, наверное, это не мой, я бы тут явно за ним бежал, это явно город и государство. То есть, если освободить этого рабочего, ну, можно его, конечно, себе взять, но если освободить, то город государств своим союзником станет. там будет сразу куча отношения. Вопрос только, чей он, Генуи? Скорее всего, Генуи. Через Пракулю, да, к тебе проход? Нет, я не думаю, что стоит рассказывать, где ко мне проход. И в каком я проходе вообще нахожусь. Ну, вот эти руинки, которые сейчас видны, их уже там нету, их уже голландец собрал. То есть, пока ты заново карту не посмотришь, ты не увидишь, что не походишь там заново, ты не видишь, что там их нет. Вообще, конечно, все равно какое-то странное место тут. Как бы, в принципе-то играть можно, но... Ну, странное. Я не знаю, может, я уже разучился, конечно, в пятую циву играть. И, ну, теперь вот сверху, сверху я имею в виду, нормально, вот там, где я буду ставить... Ну, там же опять, вот, если бы там можно было только один город поставить, да, и вот эти... Нифигася ручит, я как богатый. Для одного города это все было. Было бы круто. Место у столицы, ну, такое... Блин, реально, тупо сижу полтора-полторы минуты нифига не делаю. Ну, кстати, да. За твою грешки. Как там США с Канадой играют? Последний раз видел, что Канадцы два-один виды. Судя по всему, какой-то чемпионат мира по хоккею мы обсуждаем. А это может и смысл на авады играть было. Блин, это жопа какая-то, ни хера сколько у тебя тут юнитов. Ну, у меня столько же, 40 тысяч у нас с ним. Ну и ни хера вы замерились с ним. Надо было мочить до конца. По жести прям. Да, как с Кулкэтом. Угу. Кулкэтом тоже вчера надул там индуса. Да, мы разделили территорию там, а потом пошел снесло. Я видел то, что ты строишь пирамиды, поэтому решил потереть тебя. Не знаю, но мне, наверное, стоит тогда... Я, наверное, буду показывать только свой ход, а когда я уже таймером, да. Заканчиваю ход, наверное, буду обрезать видео тогда. Ну, Петра прям не самая крутая, конечно. Ну, играть терпимо, в общем, можно. Какие-то варвары бегают. Вся, у тебя хлопок будет второй? Наверное. Так, три хода нацколешь. Вполне. Вполне. Можно будет подождать пока. Ведь он дает плюс 50% науки. И просто плюс 3 науки. А если я поставлю второй горы, то мне в нем придется строить библиотеку сначала. И после только этого нацколешь. И более того, сам нацколешь будет дороже в производстве стоить. То есть, чем больше городов, тем дороже вот эти национальные часа. Тоже механика, которая была в пятой циве, исчезла почему-то в шестой. Национальные чудеса, которые как бы все могли построить, все цивилизации. Но у них были определенные условия. В пятой циве, например, для нацколледжа во всех города должны были быть библиотеки. Для цирка Максимуса, который счастье давал, во всех городах должны были быть арены. Что там еще? Казначейство, по-моему, это во всех городах рынки, что ли, или банки. Как-то так. Для что-то там еще, по-моему, национальные эпосы во всех городах монументы, наверное, и так далее. Как вы понимаете, побыстрее получить 50% к науке и потом выращивать столицу. Тем более, что у меня сейчас будет второй город, и я, скорее всего, именно столицу буду выращивать, а не второй город первым караваном, это очень крутой бонус в начале. И это все вполне компенсируется. То есть, за счет того, что в пятой циве у городов очень много процентных модификаторов, дополнительных процентов, можно... Ты серьезно не собираешься город ставить второй? Можно небольшим количеством городов играть. Я давно такого не видел. Я решил в один город сыграть. А вдруг? Но для этого города должны быть высокие. Высокие имеется в виду с большим количеством населения. Поэтому я тут сейчас и фермы во всю фигачу ставлю. Для этого... Ну, блин, вот эти, конечно, варвары тут очень не в тему. Так, а куда я переключаю? Там, ну, я смотрю, варвары тебя решили поразвлекать. А, все-таки надскоро сейчас дострою. Тут еще надо не ошибиться, сейчас случайно город не поставить. Поселение стоит, сейчас можно задуматься и просто поставить город. Да, ну вот, если дуболом еще ладно, то копье будет больно. О, позже, я сейчас думал, реально сейчас город поставлю. Видите, пропускаю ход, надо построить сначала нацколледж. Потом уже... Ну, и иду, конечно, туда рабочим, чтобы трюфеля обрабатывать. Хотя, в принципе, вроде и так со счастьем все неплохо. Вот о чем я сейчас думаю. Сменить на инженерное дело? Почему? Потому что там еще... А кто-то там может в долг счастье дать? Да, кстати, счастья у меня и так дофига. Там еще один караван. Есть такие щедрые. У меня вообще-то и так два каравана. Точнее, три каравана доступно. Не знаю, зачем мне. Еще один караван. Еще один караван. А что там еще в инженерном деле? Акведук? Не знаю, мне кажется, колосс все-таки покруче будет. А правда, что ее дольше строить. Сириус, а ты на воду не воткнулся, да? Совсем? Ну, там... Ну, я бы не хотел информацию раскрывать. Все-таки еще и очки великого торговца. Сириус, надо тогда говорить, нет, не воткнулся. Когда так говоришь, что понятно, что, видимо, что-то есть. Ну, что-то есть, а может, что-то и нету. Ну, ты прям, слушай, мастер маскировки. Вот только что. И плюс еще деньги колосс дает. Хорошо, ты чудно, его вряд ли кто-то будет строить с другой стороны. Не знаю. Нет, ну, эти обратные все-таки строят. А, это я... Потому что ты под правилом развелся к варварам в кучу. Это я... Нет, очередь поставил. Да, ну, мне тут проблемы, конечно, с варварами. По-хорошему. Так, нет, наоборот, начнайся с чалаучеку отъедать. Подожди, почему я два из трех. То есть я куда-то один караван уже поставил. Ну, блин, мне тут, короче, стоп по армии. Странно. Ну, блин, попадет все-таки. Тупо просто строится еще один, просто каляр занят. Он, конечно, устроится, после еды коляски дает. Некуда прятать коляски, короче. Я не вижу, чтобы еще куда-то караван бер... А, не, вон, бегает снизу, блин, в Гену. Причем наземный. А, это с Петро, фу-то, я... Кстати, вот еще в чем прикол. Петро же дает не просто... Да, я из-за чудо природы какой-нибудь. Улула здесь. Нашла, кроме Улуру и вот этого Большое Плато. Весеная еще и... Весеная. А еще что? Не знаю, Леша Копи. Прямо столицу на Копи поставил. Да, прям, прям на Копи столицу. А сверху еще одну столицу, поэтому в один город и сидит. А еще одну захватил, просто был еще седьмой участник. И он ей подарил посел. Невидимый, да? Петро дает еще бесплатного торговца. И колосс дает бесплатного торговца. Ну, колосс морского. Я-то думал, их уже построили давно. Петро наземного, поэтому я и отправил в Гену наземный караван. То есть потом, в будущем, мне надо будет его удалить и построить морской караван. В пятой циве это разные вещи. Как и обработка морских ресурсов требует не рабочего, а рыбацкую лодку построить. Поэтому, например, морские ресурсы в некотором смысле хуже. Потому что, когда вы строите рыбацкую лодку, то она у вас конечна. Она не будет постоянно плавать и обрабатывать ресурсы. А рабочие в пятой циве бесконечны. Вы можете построить трех рабочих и всю игру, оставшуюся этими рабочими, все и обрабатывать. Ну да, ставлю очередь. Не облаистину. Акведук, ну тут надо, мне нужен, нужна коляска, чтобы от варваров этих отбиваться. Это просто какой-то трындец. Это из-за того, что много свободной территории, где никто не заселяется. И я даже не буду там заселяться в будущем, скорее всего. Потому что, ну мне по побережью надо за Карфаген, нужно по побережью строиться. Соответственно, я черт прошляпал. У меня постоянно будут... Лёш, садим дуболомом, там сидит дескаутом. Не, дуболома у меня убили. Ну да, армия мне немного. Там народ уже повоевал и позахватывал. Еще одного человека захватывающий. Ну там, там, по осям с Майя воюют. Да, надо будет этих снизу. Ну, лагерь варваров захватить, конечно. Чтоб не мешался больше. Ну нельзя, ну вот посмотрите, вот где... Печальная игра, печально так просирать. Где вправо ставить город? Вообще че. А что, ты прям уже все сливаешь? Ну, я уверен, что он заберет. Поленки уже падают. Ну, начинают просирать. Да, я вижу просто много... У меня просто тупо юнитов не хватило. 41 тысячи. Просто настолько быстро они договорились о том, что они будут друг на друга нападать, что я не успел. А ты надеялся, да? Да, это они быстро. Ну, я думал, что как-то там... Я не пойму, а голландец, что там думает. Это как-то... У меня такое ощущение, как бы я думал, что Майя это последний человек на моем пути ко мне. А почему они голландцы? Голландцы вроде как за горами там. Ну, так что, про тебя стало не трудно этими же самыми колясками. В принципе, нормально. Можно пройти сверху, обойти еще там. Но я уверен, что у Ары просто не хватит. Армия, он вряд ли сейчас еще клепает. А потом, я могу предсказать, что потом он всю игру будет ныть. Я отстаю на полторы эпохи. А что вы на меня все нападаете? Вот это вот все, да? Захватив двоих по пути... Хотя нет, что я говорю, полтора. Одного ты захватил Сириус. Нифига себе, в Средневековье уже кто-то вышел. А, вы, наверное, там Мачу-Пикчу свое. Тем более, я еще не встретил того, кто вышел в Средневековье. Видимо, это мы Мачу-Пикчу. Это я сейчас смотрю на стоимость технологий. Напоминаю, я уже говорил в первой серии, что в пятой Циве технологии стоят дешевле, если те, кого вы встретили, их открыли. Поэтому таким образом можно просто увидеть, кто... Блин, Ара, ты что, купишь хилки, что ли? Что какие-то технологии открыты кем-то другим. Что-то Ара с нами не разговаривает. Он вообще в Дискорде? Может, его дропнул, он не заметил. Но работать перестал. Не, он в Дискорде. А бывает, что Дискорд завлючит, и он никого не слышит, и его не слышат. Надо ему перезайти и написать, надо, может... Это вообще самые первые, по-моему, игры. Но я думаю, он бы удивился, что так долго он никого не слышит. Правда ведь? Первые самые игры с Дискорда, по-моему, только тогда Дискорд только появился, и я продвигал его. А что, так было? Да. Да, было не слышно. Или это я вас опять, походу, не слышу? Не, вот сейчас тебя слышно. Тогда еще какие-то глюки там были. Вот это вот все, да. До этого все в тем спики игрались, и помните, такая штука была, если кто-то не в курсе был. Блин, а я волю закрыл. Взять что ли пророка и укрепить свою религию? Лучше посади его. Да, конечно. Академию сейчас скажи, построи, да? О, академия вообще с зачетом будет. Ну, че это со мной? Это, ну, когда закрываешь социальный суд, что-то происходит. При закрытии социальной суетоволитой ты можешь любого, ну, блин, великого человека взять. Те, у нас память кучу городов, там кучу-кучу-кучу, потому что такая дерьмовая территория, что даже дерьмовый город, и то будет неплохо. Если их будет куча, конечно. Ну, за майя, кстати... По набожности пойти, такой мощный. Лучше всего играть через... И ничего. Через путь набожности, ищите меня на канале. Путь набожности, да, вот как раз я топ-4, Ну, я хотел прям реально городов, не знаю, может, 20 поставить за майя. Я четырехлетней давности говорю, потом ищите на моем канале гайд Путь набожности. Я там рассказываю, как в пятой циве играть через... О, привет, Леша. комбинацию воли и набожности. Твою коляску мочит, я вижу. Так, что я беру? Ислам. 15 влияния на города-государства с моей религией. Блин, кто-то уже взял процент к производству, да, религию? Я. Ага-ха-ха-ха. Ну, я бы мечети тогда брал, мне кажется, из того, что осталось. Ну, чтобы вам жизнь казалась сахарной. Тут я убираю. 100... Хотя, я так чувствую, что... 100 золота, когда конвертируешь первую религию, ну, это для стандартной скорости. Ну, кто мочу пиксе построил на этой скорости 67. Ара, может, мы теперь с тобой договоримся о мире? Мне нужен малый друг. Старый друг закончился, да? Да, я-то вообще мирный парень. Ты, я... Да, да. Не, ну, я пока что вижу, как ты дружишь. Я пошел вниз лагерь, хоть какой-то поломать. Хотя, вообще, тут нижняя египта, может, это деньги в любом случае. Ваше равно тут за горой, да? Сижу. Остальное все, что сейчас происходит, все это на руку Египту, конечно. Он сейчас вообще до сотого хода в порядке так разовьется со своими шестью городами. Все у него будет четенько. Сейчас у чудеса начнет еще скрипать, наверное. Все будет хорошо. Все же построили. Ну, прям чудес больше нет. Кончились. Вдруг кончился, чудеса кончились вообще. Ну, колосса, надо, конечно, строить еще. Вот это важный, что сейчас, наверное, построил поселенцы. А где Карфаген? Там где-то за Прагой, да? Да-да-да. Левее Праги, Ванкувер, только местности. Я не знаю, что там чёрт. Среди Аш. Лёш, принимаешь, нет соглашения? Предложения? О, боже, я пропустил. Нет, конечно. Посольство тебе ищу. Еще что тебе дать? Так увидишь, где я нахожусь. О, боже. Давно мечтал. Думаю, где там Сириус? Что с ним? Да, интересно же карту посмотреть. В Пятлице посольство открывает местоположение столиц. Просто могу поменяться там на твои эти... На ту эту медь. Я просто не хочу никому свою территорию показывать в принципе. Это еще почему важно? Потому что тогда невозможно будет к вам шпиона посадить. И так можно будет видеть столицу и можно будет шпиона. Брать, ну вот и закрыта. Традиция. Это бесплатные акведуки еще в четырех городах будут. Что у нас? Видите, у меня справа бесплатный акведук написан. Будешь моим другом бесплатные сады это от висячих садов? Точно. А со мной вообще дружить не захотел взять и не радость? Ну, какой чеченец? Чеченец? Такой заливчик вообще хрен возьмешь фрегатами, блин. Кишка из одной клетки в пять этих. Да, правда? Прочиниться? Да. Да, чеченец нормально. Я вот очень надеюсь, что там не будет голой пустыни слева от горы. Хотел к горе подставить, а там просто жопу. Что-то не отбился, но... На морских караванах утика очень быстро будет отжираться. Несмотря на то, что у самой... у самого города сейчас пока еды немного. Но там будет дальше и фермы, вот там амбар достроится. Так что нормально. А, я вспомнил, почему я не из утики. Точно. Это же тоже механика важная. Смотрите, караваны. Смотри, хоть чувак хочет вступить в группу и зачем-то... Ну, он мне там написал что-то не до конца, правда. Видит, не завидит, наверное, видит, что я играю, да, поэтому пофигу на это и он еще меня за счет в игру приглашается. Ну, может, ты с компом там тренируешься. Да, тренируюсь с компом. Караваны в пятой цели можно посылать как настоящий про, только на золото, еду и производство. А вот тут так, поддельно. Поддельно, все не вместе. Тише, не... Так вот, чтобы на еду отправить караван, у тебя в городе должен быть амбар. То есть, например, я из Карфагена отправляю... Лего, что зовут такой город, блин? На блюдечке прям стоит Ксиама. Ты думаешь, оно у них захватит? Ну, захватит, а мне больше бы некуда поставить. Из Карфагена отправляю вытеку с едой, потому что в Карфагене есть амбар. Ну, есть вариант в два города играть. На производство можно отправлять только когда мастерскую построишь. Легу, у тебя два года? Так у него хотят место, тут хороший. Леша, Леша, фору дарить. И там просто, можно сказать, на халяву можно прийти забрать Сиане. Блин, почему ты дал на меня пошел, если на халяву нам что-то брать? А я его не там поставил, когда уже воевать начали. Ух, ты хитрый. А сейчас такой город поставлю, что его можно легко забрать? Не было просто. Ну, голландия, фига тебе это, а, ну, по-английски. египет без религии? Да. Ну, что, буду надеяться сушьям принесет. Ну, угуру. Куда мне веру девать? Ну, строй этих. Придется информацию. А сколько у тебя? У меня просто уже набежало где-то под 165. Не, я не говорю, у меня сотник. Интересно, куда я сейчас поставлю в итоге этот третий город. Все равно самое вкусное уже забрали. Вверх, чуть ниже, хотя бы, потом дальше я сам. Чуть ниже варварского лагеря. Что там у тебя? Потому что это и у реки будет, и на побережье. Ну, за Карфаген, он... О, а вот и кромиссер давайте налево не пойдешь. Я не иду налево, я на месте стою. Мстить пришел свою коляску. давай ты мне пообещаешь, а то там лягу как-то тоже говорил, что я ничего не обещал. налево это относительно лагеря левее. Вот на той вертикали, на которой ты стоишь, нет, вот просто вертикаль, видишь? Если я увижу тебя левее этой вертикали, я буду считать, что ты нарушил слово. Норм? Окей. Ситай. Да не пойду никого, зачем мне это? Я пришел побегать к арту, узнать где и кто где. А лагерь чей? Лагерь не знаю. Могу себе забрать. Ну, там рабочий, конечно. Это я говорю, комментирую, а не с Сириусом. Общаюсь, что он рабочий. Хотелось бы, конечно, себе его или город государству освободить. А за сколько ходов он меня вынес получается, когда мы начали воевать? Посмотри в этом журнале извещений. есть там пишется. Офигаси мая уже вынес. У нас на 69-м ходу уже. Какие-то полуфиналы, что очень быстро всех выносят. Ну да. минус минус два игрока. ну да. Не знаю, как нам захватывать. Это рабочего два стреляющих юнита. мне надо как-то я даже не понял, какие-то у вас там правила, можно ли в конце таймера стрелять. Нельзя еще было. Как у нас там все. Сириус, давай про лагерь договариваться. Я забираю у себе деньги тебе. Нет. еще попытка. А у какие предложения? Ну это мой лагерь рядом с моими границами. Это мой рабочий. Я не вижу твой рабочий. Слышишь, Сириус, мне так не нравится, когда люди начинают дурачка включать. Ты можешь просто предложение высказывать я тебе сказал предложение. я с ним не согласился. Ты значит на мое предложение тоже не согласен. спорим лагерь. Ясно. Спорим за лагерь значит. Ну странно, я тоже предложение не убьешь моих значит твой лагерь. Не убьешь значит мой. Мне кажется мне надо было тоже предложить сказать я забираю лагерь и отдаю дешеные слова никто всерьез не воспринимает. Ну он вот это просто начинается вот это типа тянуть время зачем-то почему нельзя просто прямо договориться нет я не согласен давай я предложил ты отказался значит будем спорить войной как еще договорился я же не зря бежал только сюда ради лагеря реально там даже границы египта не видно фиг знает где прибежать сюда опять коней извел пока добежал вообще остановился я скакала три дня и три ночи чтобы сказать что мне этот лагерь очень сильно нужен ну тяжело против этих коляс хотя прежде у них по-моему такая блин он убился интересно или я пострелял и отошел коляской видимо непонятно там та коляска была убита эти приходится заниматься этим просто у него коляски очень быстро бегают на 5 клеток и тут в общем-то у меня нету особо холмов то есть поедем может забежать а я могу лагерь забрать чтобы у вас по-равне было тут мне подсказывает так ну тебе идти ты хочешь чего я тут рядом у меня тут разведчик да тут не в лагере а то что там рабочий чей-то сидит скорее всего бежки по-моему ксении то что рабочий точно у меня захвачен это я помню еще размещаю что чувак прибежал ко мне под границу и что-то и что-то хочет твои границы где вообще отсюда расскажи он не видит мои границы охренеть ты свои границы отсюда видишь сегодня полуфинальный игре тоже когда с первые два часа посмотрел там так очень забавно было когда кул вынес там второго уже соперника либо носил когда они так всем пытались доказать что вот он неправ что он должен перестать это делать перестать всех выносить да ну то есть вот прям он выносит и он мне говорит вот нет ну как же но вот ты должен условно говоря вот перестать это делать так наивно вот именно вот что это неправильно остановись быстрее подумайся ара так ты будешь не против если это шоколадку заберу забирай я что сам потом голод с шоколадкой заберет что распилили кельта а теперь еще и я так докачу он потом сиам сиам забрал полностью мая да не он дальше не пойдет ему бессмысленно я думаю здесь место до хрена подгорода я смогу долго отбиваться от него почему проход в одну клетку и кальту по нормальный город ну поленки более-менее но для воды в принципе чечница для воды в принципе нормально лёша лучника прокачал на варх две прокачки уже видно сильно там тебя донимают они да да не нормально тут большая территория в этом постоянно рождаются а не успел где-то забрать лагерь а че ты вообще туда подходил тогда ну я той коляской обстреливал а я если б ты не подходил этой коляской туда ты бы смог забрать лагерь вот в чем прикол так я думал ты перегородишь мне дорогу ясно такой думаю о встал ну круто убью тогда у него сверху где-то еще коляска то есть будет фастклик следующим ходом посмотрите почему сериус ну во-первых лагерь это деньги понятно но если ты захватываешь работу то есть он этого рабочего к себе никак отвезти не может это понятно он далеко ему это не надо но он может освободить этого рабочего я так понимаю что первый с такой промка это у нас ара собственно как и с едой если этот рабочий думаю сериус там недалеко принадлежит городу государству ну это не важно и меня смущает что ара ты ко мне поближе чем сириус из-за союзе город государств нет до тебя идти очень далеко а очень до тебя очень далеко идти но тем не менее сириус пришел и воюет со мной зачем-то сириус наиболее одной коляской пришел двумя 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 колясками прибежал но дело в том тут прикол может быть то есть если этот рабочий от города государства то я явно его брал у генуи отожал и ее генуи вряд ли встретил сириус если он ее не встретил то он и не сможет освободить рабочую можешь ее разграбить я бы еще не разграбил ее му-му-му ара наверно опять с нами не разграбил опять его не слышно нифига не он сказал что он знает ну да перекликнул и что они действительно твои были сириус хост ты блин сириус упорот я тебе еще раз говорю ты нафиг я просто с тобой не буду ни мир заключать просто упорю что ты не выиграл готов тебе рабочего вернуть да спасибо почему с тобой невозможно вообще в играх договариваться никак расскажи мне которую игру ты упарываешься на каких-то просто минимальных условиях я же тебе предложил что ты мне предложил я тебе говорю мой рабочий в лагере ты мало того что у моих границ не давай воевать иди сюда свою армию веди армию свою давай воевать упоримся я за то что Баара победил отдаст мне рабочего ты когда научишься договариваться вообще в играх когда с тобой возможно будет договариваться хоть о чем-то я же тебе конкретно предложил слушай что ты мне предложил я тебе скажу мой рабочий мой рабочий мои границы это моя территория я же тебе сказал ты приходишь начинаешь во-первых ты потерял потерял коляску я ни одного юнита не потерял ты еще упоролся захватил этот лагерь объясни мне зачем для чего чтобы какое-то свое чувство собственного достоинства повысить для чего вот просто логика что там ггшка то что там ггшка а то что я тебе говорю ты вообще меня не слушаешь да это которая которая игра кстати я постоянно что-то говорю Сириусу он делает все равно по-своему а потом о точно класс в чем мне была идея сейчас тебя обманывать вот для чего ты вообще находишься где-то хрен знает где приходишь со мной отношения зачем-то сейчас рабочего дамы все нормы осадочек-то останется наоборот все на халяву рабочего дам ты у меня коляс ну да слушайте ну не знаю вот если бы там хотя бы мая я за этот лагерь воевал но чувак прибежал фиг знает откуда этими колясками тебе норма кому-то осадочек останется при этом то есть он хотел профит получить от городов казас который тоже рядом со мной например потом будешь что ты вот Леша так странно играешь я тебе скажу а помнишь вот того тот лагерь в 80-м году до нашей эры странно с твоей стороны лего разведчика убьют скоро да по ходу этим ходом он убрет это бы сказал варвара зажали сидишь все тут домики строишь чилиш приходят лагер забирать выходя армию я отдам тебе рабочего только тут копье осторожно ну не знаю мне кажется ну я бы так хотя хрен знает я уже не помню как я в пятницу выиграл ну зачем сириус я просто думаю даже вот до сих пор думаю так я думаю это рабочие ггшки ну хорошо ггшки то есть это был бы например рабочий праги предположим да я сейчас этим ходом ну зачем я не заберу этим ходом все соберешь следующий был бы он рабочий праги и что ты бы получил союз с прагой вот ради культуры бы получил от праги почему нет поссорившись со мной да в другом конце карты да ты же сам так делаешь например помню приплыл ко мне разглавил мои караваны сказал мне нужно золото какая игра запомни ну какая-то из игр типа нужно золото ну раз нужно то что уж правильно не я помню там какая-то была игра что мне реально нужно было золото и мне это помогло я понимаю и победить сейчас реально нужно видать прага сириусу но что он победить поможет он же побеждает регулярно значит все правильно делает ну да я думаю обижаться не на что но хотя я понимаю твой посыл как бы не ну что значит обижаться я ничего не потерял на я не потерял ничего человек приперся через не через несколько карт несколькими юнитами потерял эти юниты вот упороться ради такого не потерять еще когда сумма все-таки города государства был но это генуи значит и кстати не думаю что он был освобождать а ну вот и гэгэшкин было не хотя четыре счастья не надо тебе по носу щелкнуть или нет как считаешь нет за такое это генуис встретил гену они восемь счастья просто гена дает счастье и душами прямо сейчас это надо город поставлю че поставил уже 8 генов среди рабочий был бы поприкольнее мне кажется у меня всего два рабочих клетки обрабатывать один ход осталось судя по всему они два я вот честно говоря они сейчас не знаю стоило ли мне так прям возмущать ну конечно понятно что он на мою территорию пришел фиг знает откуда что вопрос здесь вот даже вот я сейчас думаю что 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 коровку так и не разграбил сиам не поздно забирает майя явно он забрал половину кельды и полностью майя то есть он явно тут будет лидером египет с одной стороны от него я с другой и вместо того чтобы делать какую-то ну коалицию что ли против сиама египет прибегает ко мне и портить отношения вот в моей зоне влияния если хотите я тебе еще по секрету скажу у меня там сзади еще олень есть думали справедливо будет если я слышу швайпер давайте не будешь меня оленем называть еще сзади у него олень есть нормально что ли горит справедливо будет у справедливо то что побегаю у тебя тут нет я тебя не пущу ко мне вроде договаривались по поводу эти вертикали ну блин ты мне обманул я тоже как бы имею право нет по-моему мне кажется вот этот гиппоригиус третий город я не очень правильно поставил это вот там где коль хотя ну почему так еще ставится 5 циве чтобы с одной клетки только атаковался город вот в такой выемки на мне кажется все таки на коляске выше было бы стену больше клеток доступных кому она нужна ты уже честно говоря уже забыл как в 5 циве не хилу карфагена мне пригодил правильно города ставить что у графа гена нехило два лишних каравана до два лишних это за счет петры и колосса кстати вы людей захватываете а я строю караваны я видел и кто и кто из этих и кто из нас двоих более добрый и там соль была у него на обычных просто не вновь и дверку пустыне было естественно это не так тут у меня а петр холм учетом у него я вижу что нет у меня петрах нет меня просто есть пустынные холмы рядом же рядом с гора мой фулерам с реками не с реками блин что я вас реками нет такая обычная петра хорошо что она есть но она не не сильно мне бонус то есть благодаря имя хотя бы клетки нормальные просто пустынные неплохие получаются а так именно петр холмов тут петр холм это на которых можно фермы построить да я сейчас укрепиться сначала хочу что тогда бы это было бы супер клетка 3 3 3 3 2 3 еды 3 производства и 2 нет 1 1 день в общем 3 еды 3 производства этого очень очень неплохо чтобы город и рос и производил производство него большое было поэтому вот именно пустынные холмы рядом с реками или оазисами которые позволяют строить фермы на них это самое крутое в да уже решил то сириус поссориться я тоже посмотрите все 80 нет 77 ход 80 год нашей эры осталось только четыре цивилизации на плане остальные делись я тебя обманул ты ты планировал этого рабочего куда вести к себе домой что ли потом или что нет если он гэгэшкин был бы я бы просто освободил бы ну ты как ты его мог освободить это если гэгэшку не встретил расскажи мне так я думал он праги или ванкувера но он не был праги или ванкувера правда ведь он и не был и твоим ну вообще-то он был все-таки моим не вижу почему-то почему ты считаешь что вполне тебя оправдывает вот выхождение у меня в тылу когда эти скалы этого не делать сказал что мне это не понравилось и фактически подарил тебе дружбу с гену и тебе отдав этого рабочего но это не не принесло дружбу мне с тобой правда ведь если ты не ходил мне в тыл мы дружили ты вот как ты вот понимаешь у тебя как-то ты вот постоянно да только постоянно только на твоих условиях вот ты не идешь ни на какие компромиссы вообще в принципе я тебе предложила ты отказался потом я тебя спросил что ты предлагаешь ничего не сказал мне я конкретно тебе сказал что я захватываю этот как его да это на что искал мне не устраивает мы чего мы с тобой начали военный день да ты потерял двух юнитов я выяснил то что это рабочий одного второго доля этого потерял еще коляску ну да не знаю за мне кажется что приходить ты ничего не выигрываешь на продолжаешь вот приходить границам и дуги собственно как делает series я бы так не делал я прям просто хочется в объятия ары кинуться дружить с ним за неизнеможение понимаешь это при том что не я не лидер иди ко мне забирает у него и почему он даже мне не соседа у него сосед sirius лягута кумяш один что за предложение такие не подумал своей нации просто представил что смогу отдать последние и так и про тебя подумал то есть да он может там мог забрать этого рабочего мог со мной повоевать но если мы говорим про действия в плане ффа и тут у тебя есть соседях как например на будущем началась такой так игра и как в будущем например возможно дальше серию сама чем-то договариваться предположим ну то есть это не я у него у границ действую не я у него бегаю колясками и угрожая не я исследую территорию когда он просит этого не делать не я захватывал рабочего я кстати даже не веришь я в тот момент знал что этот рабочий город и государство вот идет куда-то даже если знал все рабочий мой был что я его захватил помните у гена кай захватила потом этого рабочего у меня захватили варвары или нет подождите ли это все-таки генуэзский конкретно рабочий пофигу пофигу это еще можно было бы там с мая или с сиамом обсуждать которые рядом типа а кто-то нашел 4 реально соседи ну прибежать я вообще ни одного не на другую часть карты и качать право какие-то чудеса я могу сказать чудеса где улуру да сейчас пойду их находить большая плата урой синай синай видимо у майя ну да был да но в шести клетках от это от праги направо но я так думаю видимо крокотау где-то будет раз так не находит никто в пятой циве по-моему уже говорил в прошлой серии или не помню же вот это чудо крокотау она очень странная она вроде как бы много науки дает но она всегда генерируется где-то посреди океана и так серию с у нас медь на соль мы меняем вот и так генерируется шеи вообще невозможно как бы никак обрабатывать то есть грубо говоря просто лишнее лишнее чудо никому не нужны интересно куда я четвертый город виду ставить но френ севнера в четыре города и играю все есть что-нибудь вот видимо там заши около лошади ну не самое лучшее место не наверное вот надо туда ближе к праге ввести вот там за сахар бизоны вообще я выискал что там такое фиге шумя какие-то хорошие местами единственный как бы плюс просто что я далеко от всех и кто-то если бы тут были какие-то места прям чтобы улетать улетать то был бы вообще это зашибись а так просто буду сидеть развиваться без возможности как-то усилиться возможно этот нижний город имела бы смысл еще город государства захватить но правда торговый это много хорошие хороший город для того чтобы его союзить потому что он много счастья дает сам по себе ну а тут в 5 цире счастье это в общем-то рост нету счастья ты упираешься в потолок и все эти города общение если в 6 кстати без счастья и без жилья еще более-менее город может расти по чуть-чуть то в 5 нет вообще ну пока идет типичное развитие ведь я уже мастерские строю в городах после постройки мастерских я смогу караваны на производство посылать они на еду но если с началами надо найду отправлять именно для того чтобы отъесть города по максимуму коник сям наверно сюда пожить и раз два ну да влазит вот сюда город где меня стоит коляска вот видимо туда надо ставить город опять же в 5 циве не особого даже желательно как можно дальше города стать я на самом деле вот гиппоритиус 3 соли утика и карфаген слишком близко остальное фигня да и соли к сожалению на пустыне стали нормальными равнинными пришлось петру построить да ну то есть это не самые крутые соли какие могли бы быть на самом деле ну смотрите у меня тут еще два железа которое и будет ну тут видимо я пойду во фрегаты буду строить фрегаты я повторяюсь я не помню эту игру вообще но и себя вот сейчас играл так представляют я бы на расстроил фрегаты и ездил бы с фрегатами дань собирал по городам вроде никто из соперников города на побережье не поставил поэтому всем тоже построение сам это ганец тоже построил себе великую стену нет фига сейчас построен что один взял ничего себе то я ты думаешь что арк нему пойдет что еще не знаю зачем мы с ним это он мой новый друг новый друг лучше старая мне кажется сейчас как раз в развитии пойдет в этот раз ему дадут развиться никто на него не не создает коалицию против него в этот раз все лишь 6 процентов отставания ну просто всем захватил да я прям не знаю чё там она вот так посмотрим ты посмотри на тебя я подумаю потом решил обещаю ничего рассказывать не буду буду бегать за этим конем а вот где ну не знаю не знаю не выглядит я бы вот там вот сейчас бы я наверно поставил там где вот сахар и бизон вот в чем вот это прелесть этого города гадиса ресурсов ара та же фигня налево пойдешь война найдешь есть возможность не давать людям видеть территорию чё и не воспользоваться а потому что колясками надо приходить те армии конечно убавилась у нас на 4000 потому что второй парни по моему ну я как бы обманулся но и сириус ведь и бегает свои к я не могу ему объявить войну потому что 10 ходов перемирия это вот опять же к вопросу о том как договариваться ну ли год что думаешь подумаем сейчас не ну просто другу без проблем учета не хочу тебе показывать себя да и ничего нет думаешь я на тебя войну пойду или нет да нет ли гуни хочет себя показывать может он женщина потому что здесь нечего показывать давай голландец соглашайся я дальше предложение хочу там еще сделать или не соглашайся чуть боялся польдер построен один подумаешь да кстати голландия в пятерке может тоже офигенно развиться если будут места под польдера тоже не всегда бывает но интервести голландия день в пустыне появляется там может быть очень много польдеров потому что они на поймах строятся там действительно о религия что я первый основал так что а нет это уже основано это я укреплять буду то есть у меня 100 за каждый обращенный на самом деле 67 и каждое чудо света дает две веры так сейчас я беру каждый храм дает два счастья в городах с пятью последователями на реликварии сейчас я встретил гена 50 веры за каждого великого человека рабочий там и не тот тот самый рабочий неинтересно не на египетские взаимоотношения миссионеры инквизиторы студии вот зачем мне они зачем я буду распространять религию бегать тут нету никакого профита для меня лишь чтоб теперь 67 золота получал не знаю я бы реликварий брал вот сейчас вот я смотрю из того что тут есть знаю кажется зря ну вот зачем мне дешевле миссионера и апостола если не собираюсь распространять религию чужие города зачем 67 науки с каждого обращенного города это не такой крутой бонус куда можно было конвертировать веру что за веру в конце игры можно великих людей покупать есть если вы закрыли полностью рационализм значит вы за веру можете великих ученых покупать если вы там закрыли традицию закрыли то можно по моему инженеров покупать кстати не помню или это вы еще улюдано все его ищут улюшки чечет там а наверно это в море чудо ищут спрашивают где чудо они бы черепа дальше то андре на этом пожалуй вторую серию завершу напомню что приличных хамов спонсоры продолжения могут прямо сейчас посадить во вкладке сообщества для всех остальных она продолжение появится завтра ну и ваши впечатления жду почитать в комментариях спасибо что смотрите всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока